Игорь Иванович, добрый день, меня зовут Дмитрий Борисенко, я один из редукторов паблика «Антимайдан». Движение «Антимайдан», которое возникло год назад, возникло оно на Украине, в Киеве непосредственно, потом распространилось уже на территории, в том числе России, Белоруссии и так далее, сейчас уже в Европу ушло. У нас охват публики порядка 7 миллионов человек в месяц. И эти люди нас спрашивают в последнее время, в том числе и ваше мнение относительно того, что у России было объявлено о создании движения «Антимайдан России». Сразу оговорюсь, мы к этому движению не имеем отношения, просто нам интересно и нашим подписчикам ваше мнение. Я полагаю, что, не скрываю этого, что все так называемые «Майданы», к которым можно, допустим, отнести события 1991 года, так называемую защиту Белого дома, и многие другие события, такие, как были и в Югославии, и в других странах, они имеют под собой основания более глубинные. Любой «Майдан», любая уличная смута, и особенно смута киевская, это всего лишь симптом внутренней болезни. Реальные перевороты совершаются во дворцах. По крайней мере, в Киеве было так совершенно точно. А «Майдан», да, это был всего лишь симптом внешнего выражения. Необходимая декорация, которая позволяла замаскировать государственный переворот под народную революцию. Поэтому в данном случае организовывать антимайданы здесь, в России, тем более, пока Майдана нету, это готовить лекарства от симптома. Я считаю, что нашему президенту необходимо искать лекарства от болезни. И искренне надеюсь, что он его найдет. Если сейчас Россия достаточно сильна, население достаточно поддерживает Владимира Владимировича Путина после его крымской кампании, после того, как он повернул от сдачи страны к реальному суверенитету, чтобы любые подобные выступления, которые называются словом «Майдан», ну, просто закончились бы ничем. Либо были устранены государственными органами в рамках исполнения ими своих полномочий. А если не будет государственного переворота, то все Майданы в России обречены. Что же касается конкретного движения, это могу сказать, что мы не планируем пока, по крайней мере, в него таким-либо образом ходить.